Выездный республиканский семинар на Рада на тему створения умоубеспечной прасы на будовничных объектах и ожицевление громадского контроля за выполнением ответственного законодательства прошел в Могилеве. Местом проведения тематичной часки семинару обрали Могилевский Державный колледж будовничества, а еще наведали шерых будовничных объектов. Престиж рабочих специальностей урасти. Зараз у Могилевским колледжем будовничества имя Старовойтова навучается 21 учебная группа. Весье высокооплачиваемая, много где нуждается. Также у меня родственников много, кто работал на стройках, там работают. Так я тоже решил пойти по их стопам. Все лета 168 выпускников колледжа пополнить коллективы будовничных организаций. И важно, как молодые специалисты сперших дён ведали и выполнили житёво важные правила и беспечные працы. Будовничество застает за одной из самых травм небеспечных галин. Над попереджением несчастных выпадков активно працуют специалисты новотворчести, инспекторы Аховы працы и профсоюза. Работа проводится, чтобы данный показатель у нас, конечно, снижался. Потому что нет ничего ценнее человеческой жизни. И все работники, приходящие на работу, должны, конечно, возвращаться домой живыми и здоровыми. У яких умовах працуются люди, яким инструментом, як забеспечены сродками индивидуальной обороны, станвы творчих и бытовых помешканью, места у приёма ежей и гэ так далей. Дроби зя у пытанях Аховы працы не бывая. Роль профсоюзов здесь была всегда крайне важна. Именно они работают на местах, именно они работают с коллективами, именно они видят негатив в случае, если он возникает на стройке. У нас неплохая динамика, мы поступательно сокращаем количество несчастных случаев, каких-то таких нехороших ситуаций на стройках. И это касается и предприятий промышленно-состроительных материалов. Поэтому здесь динамика есть. Но остаются и проблемные вопросы, которые нужно решать. На семинары звернули увагу присутных на добросумленном выконании своих обовязков и над тем, что в выконании правил Аховы працы необходимо потребовать и от подначалиных. Тогда можно будет сделать божь для продухиления несчастных выпадков на вытворчасти. Нужно просто выполнять те требования, которые сегодня есть в нашей стране. Я уверен, что мы дальше будем так же поступать, сокращать количество несчастных случаев на стройках. Алина Бабарыкова, Леонид Сикорин. Новины региона.